Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Давайте приготовим очень вкусные баклажаны. Шницель из баклажанов готовится просто легко, получается невероятно вкусно. И как всегда все доступные продукты есть под рукой. Для начала сделаем кляр. Для кляра разбиваю одно яйцо. Добавляю один стакан воды. Можно добавить молока и сделать молочный кляр. Все по вкусу солим. По вкусу добавляю черный молотый перец и сухой чеснок. Все хорошо перемешиваю. Постепенно добавляю муку и замешиваю кляр. Можно взять венчик. Вот такой однородный кляр без комочков должен получиться. Он не должен быть слишком густым или слишком жидкий. Такой что-то среднее чуть гуще чем 15 процентная сметана. Баклажаны очень хорошо моем. Удаляем плодоножку. И обычной экономкой для этого рецепта чищу баклажан. Чистится легко просто. Так будет намного нежнее и вкуснее. Очищаю так все баклажаны. И разрезаю баклажаны на пластинки. Желательно не толще одного сантиметра, чтобы баклажаны прожарились и были мягкие. Вот примерно вот так. Баклажаны немного отбиваю молоточком для мяса. Сильно не отбивайте. Буквально совсем чуть-чуть, чтобы было лучшее скрепление баклажана с нашим кляром. Как бы получаются такие отбивные баклажаны. Переворачиваем на другую сторону. Баклажаны отбили. В этот момент по вкусу их еще можно присолить. И теперь каждый кусочек баклажана обмакиваем в кляр с двух сторон. Можно дать лишнему кляру стечь. Вот так. И выкладываем на разогретую с маслом сковородку. Обжариваю баклажаны в масле с двух сторон до золотистой корочки и до готовности баклажан. Как только они обжарятся, внутри станут мягкие, значит баклажаны полностью готовы. С остальными баклажанчиками поступаю точно так же. Немного их отбиваем. Сильно не надо. Баклажаны очень нежные, чтобы они у вас не порвались. Прям совсем чуть-чуть, чтобы сделать вот такие дырочки, чтобы кляр хорошо пристал к баклажану. Можно немного посолить. Посмотрите, какая красота. Вот так прям легкими движениями руки просто отбили. Немного соли. Помните, что кляр у нас соленый. Конечно же, с двух сторон. Выкладываем готовые баклажаны на отдельную тарелку. Каждый баклажан, пока еще сверху горячий, смазываю чесноком. И присыпаю свежей зеленью. У меня это самый обычный свежий укроп. Далее выкладываем следующий слой баклажанов. Прямо вот на этот чеснок с зеленью. Опять все смазываю чесноком. И присыпаю зеленью. И так повторяем слой за слоем, пока баклажаны не закончатся. Обязательно попробуйте приготовить эти необыкновенно вкусные баклажанчики. Я очень надеюсь, что они вам понравятся. К таким баклажанам очень подойдет греческий йогурт. Тоже просто попробуйте. Это невероятно вкусно. Вот такая получается красота. Баклажаны полностью прожариваются. Они получаются сочные, в кляре и просто необыкновенные на вкус. Обязательно пробуйте, готовьте эти вкусные чесночные баклажаны. Кому понравится, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Не пропускайте простые доступные рецепты вместе со мной. Всем огромное спасибо. До свидания. И пока.